На этом пешеходном переходе собачонка бежала оттуда и на середине Ниссан Кашка ее сбил, не остановился и поехал. А потом, когда в милиции, он сказал, ну сбил и сбил, ну беда какая, что тебе за собаке колодки рвать. Это было роковое утро для собаки Рады. В середине сентября Владимир пошел в магазин за хлебом и конфетами со своим хвостатым товарищем. Мопс, как всегда, спокойно ждал мужчину внутри супермаркета. Одного у покупателя это разозлило. Стал двигаться к двери со словами, что у нас теперь с собаками вроде как можно. Потом стал пинать собаку и избивать покупателя, пожилого человека. Кто-то выходил и собака выскочила. У нас тут потасовка произошла, он потом меня вытащил на улицу. Ну а мы кинулись эту собаку искать, ну мы думали где-то собака между машинами. На самом деле в этот момент Рада уже была мертва. От удара собака погибла мгновенно. Это разбило сердце всем членам семьи. Мопс прожил с ними 8 лет. Собаку любил весь район. К водителю у семьи нет претензий, чего не скажешь про зачинщика драки в магазине. Помимо того, что он пинал Мопса, он также нанес телесные повреждения хозяину собаки. Но в прокуратуре посчитали, что во всей этой ситуации нет состава преступления. Ну сгони ты зло на мне. Ну в чем собака-то? При чем собака? Мы не спать, не есть. Вот слезы и слезы и слезы и слезы. Рада, я тебе сфотографирую. Да? Ну. Раду похоронили на собачьем кладбище в Барнауле. А сегодня в доме появился лучик света, четырехмесячный мопс Ника. Ее подарили убитой горем семье жители района. Но обида за нелепую смерть старого друга не покидает Владимира. Семья будет подавать в суд на человека, который разве что и может, как избивать собак и пенсионеров. Ну жалко, жалко, как вот кусок сердца оторвали. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.